Здравствуйте, уважаемые зрители! Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Сегодня небольшое такое радостное, приятное событие. Появился новый тираж, отпечатанного в Украине. Благодаря инициативе и материальной поддержке сети магазинов «Зброя» ЮА. Обязательно я оставлю на сайт ссылку в описании. Так что я некоторым в почту ответил, а остальным, кто хотел приобрести книжку, пожалуйста, обращайтесь. Я опять же оставлю контакт в описании. Книжка и у меня продается, и, собственно, в этой сети магазинов. Ну, естественно, что я, если кто нередко обращается, подписать, сразу указывайте, что хочу с подписью. Ну, и там уже отдельно пообщаемся. Помимо моей книжки, я уже ее тут... Ну, понятно, она моя, про нее больше всего видео у меня на канале. Все отпечатано отлично, великолепно, я бы даже сказал, все в размер попало. Я проверил линеечкой. Вот, так что вроде бы все в этом отношении, слава богу. И, помимо моей книжки, еще хотел сказать, что в этом же магазине есть, осталась вот такая вот книжка. Она заметно, ну, как бы по нашим временам недорогая. Я брал за 200 гривен. Сейчас, наверное, возможно, скажем так, она будет чуть-чуть подороже, но тем не менее. Ну, что объяснять, вы сами знаете, какие цены и все остальное. Вот, но при этом она очень полезна, потому что, понятное дело, для тех, кто сталкивается, вот нередко мне в личку присылают фотографии того, что откопали, помогите определить и так далее. В том числе и для безопасности, потому что вот, когда вы идентифицируете пулю, вы поймете, что в ней там есть, в ней какое-то зажигательное, взрывчатое вещество, опасно она, не опасно и так далее. Вот, это тоже очень полезно. При этом она, ну, как бы так сказать, вот моя книга, она как бы по своему смыслу, это энциклопедия с идентификатором. Но она достаточно широкая, то есть здесь речь идет о градации, по типоразмерам. Тут, конечно, вкратце говорится, в том числе, куда выйти. И в частности, ну, выйти для поиска дополнительной информации, я это все уже рассказывал. И вот эта книжка, в том числе, она есть в источниках. Но эта книжка, это углубление в отечественные боеприпасы, уже размеры и так далее. Ну, есть у меня на канале о ней видео, посмотрите, если хотите. Единственное, что хотел сказать, добавить, что книжка эта есть в доступе, и это меня удивило. Так что, обращайтесь в тот же магазин. И, надеюсь, ну, как бы, я бы очень рекомендовал, мне она оказалась очень полезна. Ну, а в остальном, в принципе, все. Немножко небольшой анонс сделаю, собираюсь, подготовлю материалы печатные. Особо видео снимать пока не почем, коллекция особо не пополняется. Но зато пополняется, как говорится, народная пословица «Дурак думкой богатеет». Так вот, пишу второй том этой книжки. И сейчас, именно, конкретно в данное время, закопался, скажем так, в американскую классику дымную. То есть, та, которая для однозарядок, для левер-экшен, для рычажных винтовок. Ну, где-то там, после гражданской войны. Ну, то есть, там, в США это 61-65 года. И до, вплоть там, до конца 20-го века. Вот. Так что, 20-го, прошу прощения, 19-го века. И там появились интересные, может, кто-то сталкивался. Вот, например, я хотел снять про «Эверластинг», то есть, вечные гильзы того периода. Вот, небольшое, может быть, видео, но интересно. Мне, по крайней мере, эта информация показалась интересной. Вот. Ну, а на этом теперь уже, пожалуй, все. Обращайтесь. Книжек у меня немного, около десятка там, примерно, плюс-минус. Вот. Так что, такие дела. Обслуживать буду строго по... Ну, уж извиняйте. Без выборки, без ничего по мере обращения. Вот. Так что, такие дела. Всем удачи. И обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Продолжение следует...